Про Кришну, конечно же, чтобы вопрос... Про Кришну. Да, про качество Кришны. iPhone Pro, Family Pro, Кришна Pro. Сегодня Кришна Pro. И мы хотели попросить кураторов также, если будет вдохновение, у них поделиться какими-то маленькими историями вдохновляющими со школы, либо какую-то благодарность тоже кратко выразить, помимо вопросов. Это хорошо. Только если кратко получится, да, чтобы у вас не получится. Кратко, буквально один-два предложения, потому что мы также смотрели записи встреч, читали отзывы студентов, и порой это было очень трогательно. Хочется передать это гуру Махараджу тоже. Гуру Махараджу пришел? Хорошо. Вы тоже вопросы задавайте, да вы киналитарно вывести. У меня много вопросов. Дорогой гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наши поклоны. Ари Кришна, дорогие преданные, что у нас сегодня? Дорогой гуру Махарадж, мы сегодня хотели снова поговорить про Кришну, попросить... и поделиться с вами так же. Сейчас мы возьмем книгу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 10 глава, 36 текст, великолепие Абсолюта. Уточните, какая тема сегодня должна быть статья Кришне? Мы хотели узнать у вас про такие качества Кришны, как приключения, игра, сила, великолепие, блеск, и то, как это проявлено в преданных, как мы это можем так же задействовать, и про некое трансцендентное соревнование между Господом и Его преданными. А про мошенничество ты не сказала ничего? Ну, это если вы расскажете. От преданных появляется мошенничество, мне кажется, это вполне понятно. Из всех видов мошенничества я азартная игра. Я блеск всего, что поражает великолепие. Я победа, я приключений, сила сильных. Во Вселенной великое множество мошенников начала комментарий Шелка-Упаду. Из всех видов мошенничества самым захватывающим являются азартные игры, которые поэтому представляют Кришну. Кришна, будучи Всевышний, может провести любого. Горе-комментатор, Бхагавадгитвий, который хочет обмануть Кришну и читателя, говоря, что есть нечто большее, более великое, чем Кришна, будет обманут. Кришна и не сможет постичь его даже на очень продолжительное время. Если Кришна решит обмануть кого-либо, он сделает это лучше, чем любой другой. Его величие не одностороннее, но все... Ну, так говорится, что Бога обмануть нельзя, если кто-то пытается обмануть Бога, он себя обманывает. То есть, Кришна хитрее, он умирит в мире Бога. Но, как говорится в Абсолюте, он несет любым своим качеством благо. То есть, он может обманывать, может воровать, он может с чужими женами танцевать, но, поскольку он Абсолюте, он несет всеми действиями абсолютное благо. И вот подражать этим вещам опасно. То есть, никто не может встать на это место. Человек, который пытается подражать Кришне, он отступает от закона, получается, от прав. То есть, он попирает права Всевышнего, он пытается занять это место. Это противозаконное действие. Но, если эта деятельность соответствует положению человека, Кришна, его положение Всевышнего, его деятельность соответствует положению Всевышнего, нельзя это критиковать. Нельзя это сравнивать с человеческими поступками. Поэтому, когда речь идет о мошенничестве, о азартной игре, это Кришна, и Кришна за это не критикуется. То есть, в этом отличие между Богом и человеком. То есть, примерять мирские какие-то ценности моральные по отношению к Богу считается атеистично. Действовать против Него атеистично. Нужно понять Его как всеблаговый принцип, прежде всего. Всеподдерживающий принцип. Вишну это тот, кто все держит, поддерживает. Вот с этого начинается понимание Бога. Из азартных игр понимается Бог. Это уже у нас восьмая глава. как источник знаний, поддерживающая сила, вот эта энергия сад. Есть во вселенной же три гуны природы, и Вишну представляет благость, причем чистую благость. и есть другие гуны раджа сатамас. Это уже оскверненное состояние сознания. На нем же не распространяется материальная скверна никак. То есть, другими словами, тут мы должны оценивать не по поступкам, не по форме деятельности как таковой, а по мотивации. Все, что он делает, он делает на благо живых существ. И как связана азартная игра? То есть, он обманывает в пользу свою, значит, в пользу всех живых существ. То есть, он источник всего материального и духовного. Если он получает благо, благо получается источник всего, он распространяет это благо. Поэтому, Кришна может играть в азартные игры и выигрывать на благо всего. Он может танцовать с чужими женами, потому что на самом деле это его духовные частички. Это его жен. Вот так изучается этот предмет постепенно. И не только это, среди победителей Кришна сама победа. Вот есть победитель, есть победа. Есть человек, который удостоился славы. А что такое слава? Как выражается, в каком предмете слава выражается, какой эквивалент найдем, какая денежная единица славна? Это Кришна. Нет такой эквивалент и все стремятся к славе, но не знают, что такое слава. Или что такое богатство? Люди думают, что накопив деньги, становятся богатыми. Так они понимают богатство. Нет богатство это Кришна. не только деньги, богатство означает, что он может использовать все эти энергии. Он не то, что может, он постоянно их использует, он пользуется, он ими манипулирует, он действует, он не прячет эти энергии. Это богатство. а тот прячет свои деньги за сторож денег. Это небогатый человек. Такие определения даются. Поэтому понять, что только богатство или слава мы не можем. Что такое слава? Это когда медаль золотую вешивают человеку за успех? Нет. Слава как и победа. Есть победитель, а есть победа. вот эти вещи человек не может различить. И понятие богатства или победа или красота это понятие можно осмысливаться только от человека. У животных нет понятия богатства или понятия знания. Эти понятия существуют уже в развитом сознании. В развитом сознании нет таких понятий такой борьбы за богатство или за знание или за власть за красоту такого нет. Животные не знают что такое знание. И сегодня тоже определение знания если посмотреть оно не полное рассматривается лишь как объем информации знания. Не рассматривается сознание как вместилище знания. Что такое само знание без книг скажем. Книга информация записанная что знание откуда знание записано откуда оно приходит где оно находится это знание придем только кришне потому что объяснить невозможно это материал или понятие богатство что такое богатство это чувство собственности нет это то что вы можете занять на благо всего на благо всего это богатство то что прячете это не является богатство это все ресурсы мира вселенной а чье богатство богатство называем то что у меня вот в банке лежит и недвижимость как то что мне принадлежит то есть связано с собственностью понятием собственности богатство что такое самое то богатство ресурсов которые никому не принадлежат да вот это что же богатства но никто не знает это определение поэтому такие вопросы очень сложные и именно определяется бхагаван шестью достояния богатство из одной из них слава одно из них знания сила красота отречения все эти вот понять эти шесть достояний они божественные у них нет эквивалентов материи и столько отражения некая иллюзорная так сама победа он блеск всего что блестит среди предприимчивых и трудолюбивых он самый предприимчивый трудолюбивый среди искателей приключения он самый отчаянный он же самый сильный среди сильных когда кришна находился на земле никто не мог превзойти его в по силе еще в детстве по понявам гвардхана кришна непревзойденный обманщик никто не может затмить его великолепия держать над ним победу и превзойти его по предприимчивости и силе вот такая тема здесь описывается тема для размышления то есть есть качество с которыми сталкиваемся качество природы качество людей живых существ с разнообразием гонотерий на природы ну а какие качества непревзойденные то нельзя превзойти те же самые качества но связаны с кришна станут сне при сила связанность кришна станции непревзойденный знание связано с кришна станции непревзойденный все остальное опровергается побеждается временем обстоятельствами когда пропад объясняет очень просто на пальцах у меня есть богатство какой-то но вы может быть богаче чем я но есть еще также кто-то богаче вас если продолжить вот это исследование придете кришну и дальше уже не сможете пройти непревзойденный богат если разума где он может обманывать да он то при всех то у меня есть в разуме могу кого-то обхитрить но кто-то может обхитрить меня обязательно каждого есть опыт такой надо этим человеком тоже найдется кто-то еще есть такие притчи где спорят от мыши начинается там до горы и кто же самый сильный выясняется что слон самый сильный всех животных слон самый сильный слон боится мыши опять начинается с мыши оканчивается опять же мыши так тоже самое сильное что учиться нет и никто не знает все относительно связано замкнутым если же мы приходим кришне то те же самые качества которые мы имеем они становятся непревзойденными поэтому говорится что можно стать терпеливым как дерево даже больше чем деле если терпение связать с кричи то есть это как ну реально возможно и возможно такое же смирение и такого к смирению материальными или нет опять же смирение относительно ограничено каждыми из смирения но до какого-то предел описать каждый свой предел но если мы связаны свое смирение с кришной то она непревзойденность так звуки и слова которые мы произносим связаны с кришной становится непревзойденными абсолютно и постоянно сценами и более того их ценность всегда углубляется увеличивается одни и те же слова одна та же мбантра одна и та же бхагава но связано с кришной поэтому среди сильных он самый сильный почему потому что все вся сила исход от него оттуда если у нас есть какая-то сила это часть его силы у нас есть разум это часть его разума здесь сознание часть его сознания если есть хитрость часть его хитрость его же качество все эти не превзойдет хорошо будет ли вопрос скажите пожалуйста как это происходит жизни то есть преданный когда он занимает служение свои качества получается свои ресурсы для кришны но это же получается кришни ресурсы и кришне же их и занимает служение чтобы кришну прославить преданному послужить и кришна потом в ответ дает еще больше то есть это кришна сам собой получается это все кришна это все кришна мы тоже маленький кришны как ганги поклоняются если вы были в майяпуре видели как поклоняются ганги особенно в особые дни поклонения предлагают воду ганги на самое священное считается поэтому что еще можно предложить лучше эту же воду берут в ладони и смотрят предлагают ганги выливают так вот из ганги воду есть предлагают но кроме этой цветы предлагают но также воду ганги и иногда маленький сын говорит отцу вот тебе подарок или вот на попробуешь как вкусно это то что отец заработал приготовил скажем какой как вкус она попробуй это нравится пропаде снять что конечно все это энергия кришна нас нет ничего своего для собственности нет для собственности ничего не для служения есть все есть кришна и все энергии кришна для взаимоотвращения с ним все отдается все открывается и для собственности мы иногда не получаем то что нам хочется и да не то что надо чем частенько так чаще всего мы получаем в этом есть тоже смысл если мы получаем для собственности что-то это не принесет пользы и кришна он ну как бы бережет наше преданное служение может не давать нам нечто что сделать нас собственниками усилить наше как бы ложное эго собственность чувство собственности а то что для служения он дает безгранично и тиштира он воевал царство а потом он отказался он не хотел царство но именно по этой причине на получил себе что он отказался от этой империи если бы не хотел быть собственником и кришна решили что-то самый лучший оператор и не отождествляется собственность и в личной жизни это происходит также если мы принимаем мужа или жену как свою собственность это польза она принесет боль таких такой разрыв очень болезненные то есть это любовь свойственно почти молодым неопытным юношам и девушкам это любовь высокое чувство но при этом с огромной силой собственности иногда кришна не не желают такой сайт и это приносит страдания до поэтому да вот как это все осознательно во время во время энергии не как свою собственность как кришну осознать если нам удастся это осознать то человек получает все даже больше для служения как сказал однажды я слышал кличанам ахараджа нас не встретились в израиле помню он давал лекцию он уже в годах знаете много лет много лет я помню моложе когда активно проповедника здесь вместе на сафари были и вот он говорит что раньше ведь ты очень хотел быть популярным проповедником но мне не удавалось быть популярными не стал популярным а сейчас горит я не хочу быть популярным я горстнусь популярным вот так риск на страстно что-то хотим в этом деле это проблема для нас боже мой сколько проблем из-за этой страсти и желаний и когда учебно все уже ничего не хочу удача приходит вопрос да амок халила и и вишва палоков рыбу рекришна дорогой гуру мхараджи вайснау пожалуйста иметь мои поклоны гурудев такой вопрос а как выглядит обман личной вот по отношению к нам к обусловленным живым существам потому что мы привыкли думать что нас обманывает его иллюзорная энергия и в целом ну то есть когда нас кто-то обманывает мы не доверяем а как вот с кришной быть так кришна нас постоянно обманывает каждый день не пропаду нас обманул это известно всем где-то просто сына не конечно просто кришну сынаете все выясняется это непростая вещь но пропаду нас обхитрил но это хитрость и на приносит благо поэтому мы радуемся что нас обманывает а это лива кришны до как удивительный мы хотели вот тот получаем на самом деле больше хоть это не так просто но кришна насколько хитрость только милостивый вот чем дело поэтому это не придется не приносит разочарование его под однажды рассказал ученикам что у меня было все был бизнес хороший семья было дети были всю кришне все отобрал и все потерял но сейчас у меня вы смотрите сколько центра сколько духовных детей это мне дал больше я тогда не понимал почему ты мне все добраться сейчас я понимаю секрично что это отбирает только для того чтобы больше это пример что все нас руках руки занят чем-то не очень важно нужно получить что-то более цены нужно выбросить то что есть руках отдать нам жалко же отдавать то что носить ну кришна просто убирает и дает что-то лучше ребенком также поступает какой-то из рук убирают плакать просить обратно но дают что-то лучшее он забывает о том что не было добра спасибо можно уточнение то есть получается что ваш на преданных обманывает кришна а материалистов мая или как то есть как понимаешь что с тобой господь разговаривает а не материальной мире все что происходит приносит страдания и плохое хорошее ведет к одному страдание и обман в том числе обман вообще считается преступлением что обман означает в чью-то пользу кто-то меня обокрал обманул меня вот что происходит нарушение закона но изначально качество обмана она в кришне находится и там она чистое духовное качество кришна обманывает хорошо материалисты обманывают друг друга плохо понимаешь разницу но я не понимаю как как вот она вот практично как он обманывает то что ты принес что вот господь тебя обманывает лично но как это ну то есть мы видим как он обманывает гопи там во брендавне да там какой там маму ешода обманывает да что он там масло не воровал например а вот как нас он обманывает вот именно ну практично понять пощупать хочется ты уже обманута что тут говорить куда еще практичнее вот сколько обманутых на ничьи смотрят один преданный он отошел движение давно ну как это случилось но были конечно причины предпосылки но как уже вот это случилось случилось это то по улице он уже лет 11 там практиковал к тому времени около того и на улице встретил однокурсника старого студенческого друга когда-то не вместе учились в университете на филфаке узнали друг друга обрадовались и тот говорит вот я там сейчас то-то 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 там такая работа такое положение там хорошо устроен человек а ты где какой-то это немножко вот не такой как раньше расскажи а я в сознании кришну как давно но вот столько лет столько лет или сознание кришну уже быть я не знал но скажи что ты получил что у тебя есть за эти 11 лет сознание кришну и он подумал оказалось что ничего нет но как я все это время служил кришне ни за что раскрылась истина и он покинул движение все это время он был обманутый ну в хорошем смысле ведь для материалисты это понятно что это новый неудачник для предного обман приемлемый ведь я хочу быть так обман чтобы свободно всех этих условностей это материально денег этой карьеры конкуренции реально пусть кришне обманет и освободит это все и йога майя называется спасибо большое висшва палака попробую потом нандаграма рахика пожалуйста конечно дорогой гуру махараш дорогие предные мои поклоны примите пожалуйста слажали правопаде у меня такой вопрос я заметил что человеческая жизнь это как такая такая сцена то есть и когда ты бессознательно как бы действуешь ну тогда там акция реакция то есть соответствие там око за око человек человеку волк а вот когда ты начинаешь действовать по правилам господа то есть это ярко проявляется на проповеди надо проявлять творчество надо какую-то такую радостным быть понятно что все строится на садгане но это сознательная позиция то есть всегда когда происходит какая-то акция у тебя ты даешь себе время чтобы ответить на вопрос а как бы хотел чтобы я действовал гуру махараджа или ну кришна в связи с священными писаниями и это превращается в какое-то действительно такое действие игровое творческое сотворчество потому что ты действуешь нестандартно людей это сбивает платформы ума и они бывает такое что один раз встретился человеком второй раз встретился человеком третий раз он взял у тебя книгу потому что он видит что ты постоянно находишься на таком духовном подъеме радостный и я для себя вот подумал что жизнь преданного это самая сложная роль и ее невозможно играть бессознательно нужно проявлять творчество нужно быть таким который нравится кришне твое поведение когда тебя там что-то давят ты смирение проявляешь терпение проявляешь выражаешь почтение другим и не ждешь почтения к себе и это сложно но это очень очень интересно увлекательно поделитесь пожалуйста правильно ли я понимаю можно ли я к этому относиться как какой-то вот как что жизнь это театр такой сцена театра жизни и нужно быть интересным для господа в своем поведении спасибо пока у преданного есть вибрация внутри он не будет обманут моей как ты сравнил театр жизнь как театр ты можешь это понимать пока есть присутствует вибрация у тебя внутри в сердце если это вибрации не будет более высокой реальности то можно принять театр за реальность можно ошибиться то есть мая может поглотить наше ум и чувство это вибрация то что мы слышим извет духовных учителей святом имени это вибрация и мы видим если театр на сцене то актеры могут гать разные роли там есть негодяи есть негативные отрицательные роли есть какие-то позитивные роли но при этом мы восхищаемся и актерам позитивной роли и негативной роли понимая что это другая вибрация они на самом деле не эти образы вибрация другая вибрация как мы воспринимаем человек замечали да что негодяя играть негодяя отъявлено невозможно да вот такую роль вообще выдержать а потом его проставляют за это потому что он не этот негодяй у него другая вибрация у него другие качества это вибрации которые мы получаем не из материального мира поэтому у нас есть вот эта сила энтузиазма и радости если бы это из этого мира приходило было бы не постоянным здесь не бывает постоянного какого-то сейчас здесь матрас парша штука амвеши тошно штука тут зима-лето зима-лето тут волнообразные эти движения маятника постоянно джагат то не было бы постоянного энтузиазма пока есть вибрация духовная мы можем быть постоянно находиться в этом состоянии и в конце концов вечно это вечная вибрация поэтому да мы говорим о всегда о важности воспитания святых имен о том чтобы слушать шикшу всегда получать читать книги про упады чтобы эта вибрация не ослабевала в сердце то есть вот спасибо большое за ответ вот этот момент что атмаван монетэ джагат что то есть если я вижу других большими то вокруг меня большие как бы такие игроки на сцене жизни и тогда этот мир он становится такой интересной реальности в которой ты можешь быть очень активным в проповеди славы господа то есть люди чувствуют от тебя эту силу а когда ты видишь людей плохими какими-то вот постоянно что-то все против меня как бы возникает а ты запутываешься вот эту маю и ты думаешь что это и есть реальная жизнь начинается от этого депрессия какие-то самоуничижения и такой преданный он неэффективен в своей жизни потому что это бессознательная какая-то позиция слабая я правильно понимаю сам по себе материальный мир плохой пока не проникнет вибрация служения туда тогда все становится хорошим красивым именно эта вибрация служения она через звук проникает а сам по себе без этой вибрации он плохой а получается проповедь это энергия жизни для преданного без проповеди он всегда будет погружаться в эту иллюзию да да спасибо спасибо большое я очень счастлив так нандаграма радхика а затем на имя шаранье матаджи пожалуйста у меня у меня отчасти связан с предыдущим вопросом мой вопрос я вот хотел уточнить что значит связать терпение с кришной а как это на практике выглядит это у всех разные инструменты кто-то должен увеличить количество кругов или это просто пометов не могли бы вы раскрыть этот момент спасибо терпение связанное с кришной да вы сказали что нужно связать терпение вообще наши качества они предельные и что только связав тоже терпение с кришной мы можем что-то вытерпеть больше чем могли бы без кришны терпеть как это практически реализовать хираник рассуждал так бог вечен так и я как душа тоже вечный если я вечно буду совершать аскезы я стану такие же могущественные как бог аскезы дают силы да раз я вечная душа если я настроюсь вечно совершать аскезы я рано или поздно стану богом вот оно терпение связанное с кришной но демонический пример понимаешь пример да а как же вайшнав вайшнавы связывают свое терпение с кришной мы же вечные мы же вечные если ты знаешь что мы вечны если ты доверяешь кришне ты можешь терпеть сколько угодно если ты обладаешь духовным знанием почему ты не можешь терпеть например кто-то в этой жизни не успевает развить сознание кришны а ты наставница этого человека но ты думаешь легко в следующей жизни мы с ним продолжим если у тебя есть духовные знания и вера кришне ты не будешь отчаивать ой мы не успели все кончено такого не будет такого не будет и если скажем человек стареет то это тоже для него может быть нелегкое испытание которое себя отождествляет с телом но имея знание он это легко терпит потому что он знает что после этого тело в другое дело то есть проблемы нет вопрос как бы знание веры искусственное терпение но просто ждем когда это кончится но конечно он никогда не кончится если мы связаны с кришной уже терпеть сколько угодно что угодно муконда когда господь читанье сказал что он никогда не получит прямо перед очень расстроились и просили за него тогда господь читанье сказал хорошо через через 10 миллионов жизней получит прямо не сейчас они так сказали муконда но тебя не отвергают он сказал что через 10 миллионов жизней ты обретешь общение с ним прямо муконда оборадовался был счастлив танцевал говорит какой милости какой удивительный через 10 миллионов жизней я снова буду с ним общаться и обрету прямо мне господь читанье тоже сказал позовите его немедленно обратно так вот это отношение вечное отношение не знаю насколько понятно я рассказал тебе спасибо большое ну если я правильно поняла что если возникают какие-то сомнения в своей способности терпеть меня или другого премина то это речь о том что где-то проседает духовная практика то нужно больше читать больше джапы чтобы ум успокоить чтобы направить свое сознание вопрос веры как я сказал вопрос веры например у преданного проблема он идет и говорит у меня проблема если просто сказать преданному ну кришна знает твою проблему он уже успокаивается уже может терпеть если у нее есть вера кришна личность знает все твои проблемы о прекрасно уже можно с этим жить видите кришна добавляется я могу терпеть да поняла спасибо большое дорогие преданные у нас очень много вопросов на имя шаранье матаджи на вина рупа затем йогананда Харе Кришна дорогой Грума Харадж Харе Кришна преданные ну прежде чем задать свой вопрос я хотел бы поблагодарить школу Ашрая за то что она вообще есть за то что она организована потому что у меня третья часть наверное моей группы матаджи они с отдаленных поселков да где вообще нет предных то есть они вот единственные да в своем роде причем кто-то живет в США а кто-то там в Сибири в Тюменской области это в Литве и конечно для них школа Ашрая это такое знаете окно в духовный мир когда они могут встретиться с вами Грума Харадж с вашими старшими учениками имеют возможность задать вопрос то есть конечно для них это такое благо и от лица вот всей группы мне хотелось поблагодарить вас Грума Харадж и всю школу Ашрая за то что она вообще существует ну а вот теперь собственно говоря вопрос вот исходя из того что часть группы у меня находится в отдаленных вот участках да то есть они единственные преданные вот допустим в поселке то получается так что они огорчаются из-за того что не могут осуществлять такое вот преданное служение которое вот направлено на внешнюю да проповедь то есть они могут иметь хорошую садхану да ранний подъем там джапа там чтение книг Шрила Прабхупады но выйти с книгами в поселке они не могут допустим одна учительница работает другой там строгий муж и так далее то есть вот такие обстоятельства и вот тема сегодняшней нашей встречи это как удивить Кришну Гуру вот можно ли обратить на себя внимание Гуру и Кришны если ты просто занимаешься хорошей вот садханой то есть у тебя вот служение это твоя вот личная хорошая садхана и ну и скажем так и больше ничего вот вопрос от всей нашей группы потому что мы обсуждали это и вот есть такие вот огорчения по данному поводу Матаджи важно чтобы ученик сознавал Кришну где бы он ни был да в каких условиях ни находился если он сознает Кришну то Кришна дает ему разум как действовать в той или иной ситуации в том месте или в другом месте то есть Кришна начинает распоряжаться его жизнью и поэтому именно Арджуна и сказал Кришна я хочу тебя вместо войска я выбираю тебя вместо большой армии он выбрал для битвы Кришну который дал обещание при этом обещание не браться за оружие вообще что за выбор ты сделал сказал Кришна ты не получил армию ты отдал армию Дрёдхане так дальше сражение нет Кришна я с тобой не проиграю сражение ты будешь вести мою колесницу то есть он вручил видите свою воинскую жизнь Кришне у него было оружие в руках но вел колесницу Кришна так же если мы сознаем Кришну Кришна начинает вести нашу жизнь садана это хорошо но мы говорим так же о служении и в любом месте можно совершать какое-то служение если это не распространение книг можно просто распространять или как-то еще можно общаться постепенно можно наблюдать как люди могут продвигаться прогрессировать вокруг живущие мы жили в коммунальной квартире в начале в Ленинграде в Санкт-Петербурге там были конечно плохие условия для намахаты не было вообще никаких условий мы могли даже гостей много пригласить потому что кругом соседи и нам нужно было готовить просад на тех плитах где готовится все что угодно все две было плиты много комнат нужно было находить время или как-то еще иногда мы угощали просадом соседей потому что они удивлялись что это мы там делаем они не видят таких блюд они знали что мы кришнаиты мы там ангаларти поем каждое утро на всю коммунальную квартиру 5 утра там начинается все все спят мертвым сном мы это делали и вы знаете что происходило в самые трудные моменты жизни они вообще нас боялись они в уме нас критиковали как можно жить вообще у них ничего нет вообще квартира пустая ничего не интересно они с нами близко не общаются ну масса было всяких вещей но не агрессивных но такое некое такое тихое напряжение всегда было барьер был серьезным между нами но конфликтов не было серьезных мы не вступали в конфликты но в самых серьезных трудных испытаниях жизни они к нам всегда обращались с вопросами люди чувствовали это когда-то мы жили в малометражке в семье в семье такая маленькая комнатка и все там туалет душ все малометражка это коридорная система на этажах просто сплошной коридор прямой через все здания и вот такие малометражки как в общежитии и там жили одни старики старухи большинство старуг женского пола старики умирали раньше похоже это знаете семьи которые хотят разделиться как-то обменять квартиры чтобы жить раздельно и вот стариков сидят отдельно сами живут отдельно и вот весь дом был там старше схитов и мы там жили какое-то время и эти бабушки они там на крылечке постоянно сидят какая-то группа все замечают кто кому идет кто кому приходил все расскажет им больше нечем заняться они сидят и смотрят наблюдают и частенько довольно часто вносили гроб на улицу потому что это как дом престарелых кто-то умирает часто и опять видим гроб там стоит у подъезда и опять эти бабушки там сидят и воют воют потому что им самим страшно вот этот умер скажем две недели назад а сегодня вот эта умерла а кто следующий умрет они все ждут смерти понимаете они уже люди старые они летом в аренках сидят у них уже кровообращения не хватает чтобы жить нормально пищеварения не хватает кровообращения не хватает они не знают что смерть приближается и вот раз умирает другой умирает прям регулярно через месяц еще умирает одна бабушка ей там было 86 лет если не больше она и проповедовала обычно сидел там внизу и просто повторял иисусу молитву как сумасшедший вот так как мать и глаза закроет иисусу молитву повторять часами вообще с ней познакомилась моя жена сказала мантру повторяя она к ней собственно обратилась что у тебя в мешочке что ты делаешь я повторяю имя Бога а как она обрадовалась ой молодец заходи ко мне поговорим и прочее я говорю ну отнеси ей Прасад она на следующий день пошла к ней с Прасадом она ее не узнала уже возраст такой ты кто ну вчера мы же виделись да я забываю все заходи не важно вот угощение пересловое спасибо да вот я тут мантру повторяю она говорит Иисусу молитву повторяю уже сорок лет как мужа потеряла замуж больше не выходила говорит или сколько там даже больше не сорок еще больше лет так она всю жизнь в Иисусу молитву и ушла и в экстазе счастливая бабушка знаете уже ничего не помнит Иисуса только знает и молитву только эту повторяет и там она как маятника скачет на скамейке вот такая как блаженная знаете вот этот гроб эти бабушки воющие и тут она поднимается и говорит что воете душа не умирает и им давай проповедовать и те вокруг нее собрались и вот так вот все подмывают знаете да 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 ее слушают слушают не критикуют я правда не помню о чем мы говорили вообще как удивить Кришну и Гуру если ты находишься очень далеко то есть поселки ограничить служение вот такое внешнем служении и занимаешься только личной саданой если вы до конца будете повторять мантру горе Кришна Кришна он сказал у меня есть вопрос последний вопрос к Ямараджу к тебе перед тем как ты меня в ад пошлешь вообще за мои грехи какова ценность общения одновременно с честным преданным народу не надо умилую на этот вопрос он скажет задай у Ямараджа задай вопрос вот моя просьба к тебе единственная и так этот демон чуть не убил народу за его проповедью я иногда стал вот этот вопрос и сейчас и когда этот демон оказался у Ямараджа и в ад должен был пойти он испугался и вспомнил про это просьбу задал этот вопрос и с этим вопросом они пришли потом и к Брами и к Шиве никто не мог ответить а Шива когда услышал такой вопрос он чуть сознание не потерял в уморах не упал от демона такой вопрос случится и ты с этим вопросом не пришли аж на Вайкунху с этим демоном то есть демон оказался на Вайкунхе смотрите это же удивительно и наша участь вот наша жизнь она была бы незавидная понимаете но если принять серьезно Святое Имя если мы с ним будем жить всю жизнь это удивительное явление Бхатистан Царасвати сказал об этом не удивляйтесь что кто-то не приходит или уходит из сознания Кришны удивляйтесь что кто-то остается вообще здесь вот это самое удивительное но меня лично удивляют такие преданные у которых вот трудности как у всех и даже больше они не сходят с пути они еще больше предаются это самое удивительное что я могу видеть спасибо вам большое Гур Махараджи очень вдохновляюще спасибо Ари Кришне Навина Рупа Югананда Ари Кришна дорогой Гур Махарадж Ари Кришна приятно примите пожалуйста мои поклоны у меня вот тоже вопрос по то как наши качества связать с Кришной вот немножко в другом ракурсе вот когда мы ну выполняем какое-то служение берем ответственность то не хватает каких-то способностей качеств и потом ну вот очень устается вот ну например вот я делаю какое-нибудь служение когда там ну много людей какое-то организационное я понимаю что я очень устаю и мне периодически хочется это бросить и ну потом все равно как бы ты берешь делаешь вот как вот мне самой вот это тоже связывать с Кришной видеть что я связываю или так и будет вот это вот ну терпеть просто продолжать что вот это и как ну других тоже вдохновлять потому что ну например у нас есть комитет мы служим вместе да и они видят что ну как бы это же тяжело когда ты вот что-то делаешь берешь ответственность вот как-то чтобы вот они тоже вдохновлялись и объяснять что это ну как-то ты когда связываешь с Кришной ну радость даже несмотря на то что тяжело вот у меня непонимание вот в этом как больше Кришны что ли приносить и себе видеть и вот других вдохновлять если если ты устаешь просто отдохни не создавай проблем у тебя нет вопросов это не вопрос ты просто говоришь что это трудно да это трудно если ты будешь проповедовать если ты будешь брать ответственность за кого-то это будет очень трудно это будет не просто трудно это бывает невыносимо но тогда должна найти прибежище кришне отдыхай тогда от какие-то вещи учись это делать это будет трудно я тебя предупреждаю но ты привыкнешь к этой трудности который постепенно будет переходить в экстаз именно через трудности приходит экстаз это выглядит сначала как трудность на самом деле это экстаз одна предная пошла жаловаться духовному учителю рассказать просто своей жизни она мне рассказывала ну очень тяжелые испытания со всех сторон не буду пересказывать ну по крайне крайне тяжелые испытания она же в годах она вот рассказывает свою жизнь она просто знаете ей нужно кому-то рассказать она пришла в сознание кришна в итоге вот этих всех трудностей невыносимых совершенно в жизни в семье со здоровьем там с родственниками по максимуму пережила все и вот она в сознание кришны пришла к духовному учителю рассказывать все эти трудности вот как она прожила все эти вот годы вот как она выжила вот как и сознание кришны наконец постела на ноги нормально а он слушает все эти вот ее рассказы ужасные и смеется от души заливается так смеется в конце концов она спросила угрома гранжа почему смеетесь это же так болезненно я так страдала и ты не понимаешь это экстаз иначе бы старцы знаний кричь это просто просто экстаз это удивительно как лично это берет и переводит до человека своим стопам ты сейчас не знаешь вопрос ты просто говоришь что мне трудно кому легко привыкай быть в экстазе а другим когда ну как их вдохновляется чтобы они тоже захотели какую-то ответственность брать вот так и говорить что трудность это экстаз ожидаешь от других нет ничего не ожидая от других ничего не ожидая от других у них есть кришна в сердце не пытаясь получить результат от них от других людей а себя отдавай насколько можешь но не ожидая ничего взамен спасибо поняла спасибо большое Харе Кришна Харе Кришна Гуру Мухарадж дорогие преданные пока есть возможность хотел присутствие вашим выразить благодарность школе Ашрая и тоже поделиться что у нас набралась группа в Америке из 13 Прабу со всех там с разных штатах все в разных штатах очень такая сильная группа все очень серьезно преданные и сейчас мы изучаем заканчиваем модуль о святом имени и прям на глазах мы видим прям как у преданных вот у этих улучшается саддана вера в святое имя и как намного глубже духовная практика то есть мы прям делимся и прям видим как на глазах жизнь меняется духовно в лучшую сторону и преданно очень счастливы что есть такая возможность вместе изучать такие темы практичные и делиться друг с другом вот хотел просто поделиться и у меня вопрос был похожий на Мишарани Матаджи я его чуть-чуть под другим углом задам вопрос такой что вот во времена восьмидесятых девяностых когда вот вы распространяли там книги вагонами просто и когда вот мы читаем книгу про преданных старших с тех времен там каждый день как будто чудо какое-то то есть у преданных каждый день какая-то история то есть как триллер такой духовный можно сказать и вот если взять сейчас перемотать 2020 какой сейчас третий год и как бы все как-то так обыденно да мы занимаемся мы занимаемся проповедью мы делаем все то же самое хоринамы но таких вот историй ну вот я пытался нам дали такую наводку как бы на настройку чтобы удивить сегодня как-то гуру да вас удивить и какие-то истории подготовить я вот долго вспоминал что мы за этот год делали было очень много было очень экстатично весело но нету таких историй вот как вот в ваших книгах там или ну как вот в те времена такая обыденная просто такая духовная жизнь проповедь да и вот я просто хотел спросить как вот мы можем я понимаю есть преданные ваши ученики старшие которые там просто грандиозные вещи делали да то есть они действительно удивляют а как вот такие как вот ну вот как я со своей стороны говорю как такой как я преданный может вас удивить если у меня ничего такого жизни не происходит такого сверхъестественного если преданный объявляет войну ума и его жизнь будет очень интересная ну например в те годы нам просто было опасно опасности было много например на меня было заказано убийство я в течение скверких месяцев ожидал этого случая где это случится могло случиться в подъезде на улице из машины ну выстрелить кто-то может там на программе даже кто-то это может сделать в этом напряжении мне нужно было жить проповедовать я обратился к СМО и сказал вот так и так что мне посоветовать а что можем делать проповедовать дальше я стал проповедовать дальше потом через несколько месяцев узнал что этого не случится то есть там ситуация изменилась но несколько месяцев было в таком напряжении например это просто премьер-прежу фрагмент жизни того времени но мы объявили войну в мае понимаете был воинствующий атеизм и мы воевали с воинствующим атеизмом не просто проповедовали не просто лекции давали семинары такие знаете привлекательные платные и прочее нет платные не было ничего этого не было была война была война с маей в буквальном смысле слова поэтому были вот эти всякие истории острые сегодня они хотят ну такой мирной спокойной жизни и славы какой-то успеха проповеди чтобы их прочитали сейчас такое настроение потому что становится обыденной привычной даже проповедники могут сегодня выглядеть не как проповедник по-разному вот но если вы видите маеваду в этом мире и вы с ней смиряетесь вы не станете преданными просто будете жить спокойной комфортной жизнью в благости есть просад общаться избегая всяких конфликтов если вы будете терпеть маеваду и ничего с этим не делать вы ничего удивительного в жизни не увидите не ровешет шуни ваде пропады громил маеваду посмотрите у него каждый день интересен каждый день удивительно с тем будем жить просто для удовольствия сына скажем тогда чечня было мы были в армении землетрясения потом чечня и приятные один с другим можно в чечне там просаду распространять там туда да конечно давайте езжайте сейчас там нужно и там такие ситуации ну совершенно опасные вооруженные люди пьяные понимаете они там плохо соображают вообще кто пришел зачем пришел в руках автоматы разное настроение даже они по-разному относятся кто-то враждебно кто-то по-другому вообще неразбериха какая-то и вот они там проповедуют там кормят процедам постепенно постепенно эти люди начинают их защищать истории целые один человек там погибает у них ранение в ногу истек кровью погиб предан это все наша история возьмите абхазию сколько там раз поставили наши футфолайк преданных стенки подряд прям буквально первый раз второй и всякий раз когда уже взводили это самое затвор появился человек этих людей не трогайте они не шпионы они тут кормят всех спасают от голода один за другим представьте случай и они продолжают преды продолжают моего брата в боге застрелили мародеры убили в собственном доме рагава пандиты абхазицы пришли грабить узнали что тут они глава футфолайф наверное там куча денег в доме ворвались туда с ружьем он закрыл этот сейф это деньги кришны они на него ружье говорит вы меня можете застрелить но не убьете потому что я душа пытался его застрелить просто все власти собрались весь народ собрался на его похороны все были там что так много для людей сделал это то время понимаете отсюда эти все истории сейчас мы хотим мирной и спокойной жизни хотим чтобы пропасть приносила деньги сейчас по-другому жизнь ведь построена как тогда таких мыслей не было просто были свободны от этих мыслей была просто война духовная война спасибо груда груда пожалуйста скажите мне волнует вопрос короткий еще вопрос вот на последней санкиртане к нам подошла как это бездомная бездомная но видно что она под кайфом без зубов еле говорит глаза расплываются она подошла и говорит что-то начала плакать и говорит дайте мне книгу вот сама подошла прям не мы к ней она и мы ей даем маленькую книгу какую-то просто ну чтобы она потому что мы с другими говорили в это время пытались распространить другим людям она вмешалась и вот так начали мы дали ей маленькую книгу она начала кричать ну говорит так очень эмоционально показывает пальцем на боговагит и говорит я хочу именно эту книгу вот ну в общем так или иначе мы ей дали эту книгу и вот я хотел спросить несем ли мы ответственность за то кому мы распространяем потому что ну моя логика меня как бы говорят может быть она продаст эту книгу тоже санкир это не поучаствует да то что она бездомная может читает но видно по ней что она вообще невменяемая она может выкинуть эту книгу то есть как бы несем ли мы ответственность стоило бы стоило бы в такой ситуации давать книгу или 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 это считается как грехом но можно было поговорить с ней зачем ей так не узнать насколько нужна эта книга но она невменяемая она вообще плохо говорила непонятно было но она прям плакала и попросила боговагиту именно и что ты сделал в итоге дал ей боговагиту но потом она потом харе кришна мы дали буклет она без зубов короче еле-еле выговорил но прочитала харе кришна тоже там плакала но непонятно что она дальше с этой книгой будет делать это связано с ее прошлым прошлом она соприкасалась с чем-то духовным она искала спасение у вас искала эту книгу так иначе ты дал ей уже книгу все понятно но мы несем ответственность за то кому мы распространяем да ну это же а карма мы же для кришны это делаем для себя кришна за все отвечает это он сказал всем и каждому а что можно поделать тебе надо так сказал я что могу поделать джигай маткай зачем к ним пошел я что могу поделать это он сказал я иду ко всем спасибо города хри кришна пожалуйста последние два вопроса подмолочено про бульма аджвила говинда а то мы опять по времени выложились хри кришна дорогой гурмахараш дорогие преданные примите пожалуйста поклоны дорогой гурмахараш вот на одном из занятий школы ашрая вы отвечая на вопрос вот как надо повторять джапу шепотом или громко вы сказали надо шепотом а в уме громко и вот мы в нашей группе знаете задались вопросом а как это вообще так и я предложил преданным говорю давайте сначала в уме шепотом повторяем по очереди потом погромче а потом на всю вселенную прям кришна в уме покричим и вы знаете разный возраст там 30 лет там 40 50 до нас дошло что в уме можно оказываться по разному громко тихо шепотом это вот к 50 годам дошло что ум так устроен и этим дело не закончилось я потом в одной из санг встретился тоже с преданными там ну попросили поделиться вот какие реализации идут преданные которые практикуют больше уже 20 наверное 5 лет и говорит вот гурмухараш сказал вот так вот надо повторять мантру и говорю а мы додумались в уме попробовать а как громко в уме как шепотом как на всю вселенную и он такой в себя погрузился вау почему мне раньше никто об этом не говорил что в уме можно громко повторять вы знаете гурмухараш я тоже слышал в лекциях ваших что вот допустим есть скорость света а есть скорость ума но даже скорость ума мало для того чтобы постичь духовную реальность потому что скорость души она еще выше вот есть такой такая причина как анекдота что говорит мама говорила в 20 лет доходит к 40 да вот как научиться слышать духовного учителя чтобы не через 20 лет доходило как-то побыстрее если какой-то совет дарит кришне вы все торопитесь да куда-то мы привыкли ездить на скоростных машинах по хорошим трассам а настоящие дороги они другие же совсем по жизни жизнь прожить не в поле перейти да говорится будут и горы и трясины и водопады и реки непроходимые болота и джунгли со зверьми то есть реальность она такая именно вот иногда это можно какие-то пространство быстро перейти какие-то очень медленно с большим трудом с большим трудом вы выходите сначала из гавани это тихая гавань знаете бухта где пристают всякие парусные корабли или яхты там не бывает штормов в этих тихих бухтах это причалы для кораблей начинается путешествие очень просто вы просто спокойно вы плываете но когда вы выходите в открытое море или океан там не будет скоростных дорог там быть очень внимательно смотреть навигатор там вычислять все это вот погоду знать и знать что делать при какой погоде то есть там речь идет не о скорости а в духовном выживании понимаете да не о скорости речь совсем идет или когда вы идете пешком по рикраму тоже там не о скорости речь идет о том как этот путь преодолеть где отдохнуть и как восстановить силы и как продолжить это путешествие и как с людьми познакомиться по пути все все остановится а на большой скорости этого ничего не будет это искусственно дорога другая на самом деле на большой скорости мы даже не заметим просто вернемся туда и обратно и ничего не поймем где мы были на Вайкунхе или где-то еще ничего будет мы не должны прожить этот путь поэтому вот такие откровения к нам приходят что джапу можно так повторять потом еще что-то увидим что Кришна бегает вот здесь бегает Кришну убедил Пасхула если ты продолжишь повторять Харе Кришну это галлюцинация пройдет то есть не все так просто то есть если мы хотим все быстро получить то мы становимся сахаджими начинаем упрощать нужно очистить сердце то есть все остальное вот мы же как постепенно ты услышал хорошо ты услышал что джапу можно громко повторять но другие могли не услышать этого даже услышав правильно могли не сделать на этом какой-то акцент но ты услышал потому что ты был к этому готов и так как говорится когда ты будешь готов гуру сам придет и скажет что нужно делать важна наша готовность а говорится все все что нужно говорится в одной лекции прям можно услышать насколько мы еще готовы услышать и применить что-то и таким образом вот мы так двигаемся по готовности а слушаем постоянно по голове . и что-то открываем заново 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 это наша дорога какие-то вещи быстро к нам приходят какие-то вещи медленно приходят какие-то с большим трудом а какие-то вообще не можем даже сделать мы просим кришну что я даже с большим трудом не способен на такое да ну что кришну я полагаю тебя но это уже высший пилотаж предание качестве делаем невозможные вещи подлагаясь на кришну это правопада сделал да он поехал в Америку проповедовать в таком настроении хорошо Юна Гавида Аликришна дорогие ващнавы дорогой Гурмахарадж очень много сегодня говорили ответов было очень много я собственно исчерпала наверное свой вопрос который хотел задать но с чего хочу вот начать я коротко с великой благодарностью за школу Ашрая это от преданных сангия то есть настолько они искренне благодарят что имеют такую возможность и служить и практически реализовывать то что они получают вот второй год уже и очень благодарят преподавателей и в частности благодарю за то что им такую возможность служить и за ваши личностные даршины дорогой Гурмахарадж для нас для всех студентов школы для кураторов то что вы так фактически просто вот с любовью вот раздаете ваши знания вот и с таким великим состраданием к нам ко всем вот спасибо огромное вам и я хочу сказать что сегодня в Москве вот через несколько часов будет такая мощная Махахаринама вот и я слушая всех вас и вас ваше наставление Гурмахарадж я хочу с этим настроением пойти и передать эту любовь эту милость которую сегодня получила спасибо вам огромное всем мои поклоны Махахаринама это новый год да это новый год обычно бывает на день победы такие большие хренамы там до двухсот человек а может быть больше я не знаю а маршрут какое Кузнецкий мост самый центр Москвы ну а дальше я не знаю как уже пойдет я не организатор просто как вот как участник хочу так сказать это война о майе да это война о майе хорошая акция это новости мне нужно услышать об этой хренаме Гурмахарадж не поняла еще будьте добры что ты немножко скажу оно у меня было я говорю новости какие-то мне нужны об этой хренаме получить новости прямо вот сейчас непосредственно да когда хренама пройдет а хорошо как она пройдет эта хренама хорошо хорошо я постараюсь тогда с организаторами наверное к Лишнадасу надо поговорить чтобы он сделал он у нас главный он генерал да генерал простите мы попробуем тоже выбраться с детьми с мужем на хренам и отправим видео матушке вот видео эти видео там экстратический момент снимайте хорошо распространяйте повсюду что все знали что в москве хренама новогодняя спасибо большое спасибо для процветания всей страны вот так вот спасибо большое за встречу давайте поделимся пожалуйста кто с чем уходит жаль что не успели еще возможно больше поговорить мы продолжим в новом году в наших личных встречах Даршинах мы в свою очередь от команды благодарим вас за этот удивительный год скоро будет год 16 числа когда мы начали учиться вот и прям год как за десять примерно такие ощущения и удивительно что все по милости духовного учителя это действительно такое сила сильных приходит и все все что нужно в вашем лице спасибо Алила Чаранан поделись Арикашина дорогие преданные примите пожалуйста мои поклоны хотела одно сказать но пока ждала эти несколько секунд своей очереди решила с вами знаете такой реализации поделиться у меня недавно был день рождения и такая интересная ситуация что я там нахожусь в Дхаме во временном в это время была и девочки две из них были они наши студентки в Ашрае мои такие близкие вот и они как-то там вот от группы от моей от Ашраевской значит они передают мне гуру про сад я иду во Вриндаумане и у меня знаете такой вот шок-контент просто в голове год назад до этого я была на свое день рождения в Алма-Ате настолько была неудачливая что я даже приехала во Вриндаум парк и никакого просада естественно я не получила и гуру махараджи в общем милость вся прошла мимо кроме только моего физического присутствия и я шла и осознавала думаю вот вот это милость предных вот когда мы в этом потоке этого общения вот этого контакта да это саду санги то и гуру махараджи он проявляется то есть раз и мне тут как бы можно быть рядом вот в нескольких метрах и ничего не получить просто остаться голодным и холодным и все такое я образ и вот эти встречи здесь в Ашрае они такие какие-то вы знаете меня обогащают в этом моем осознании что опять через вот сегодня было столько вопросов интересных и может быть со стороны может показаться что они такие простые но вот последнее да сейчас она пойдет на Харинаму и я заметила как гуру махараджи он улыбнулся и глазами и всем и я лишний раз у себя отметила он же ждет от нас вот это да прямой проповеди прямого служения меня это очень вдохновляет и я ищу возможности принимать в этом участие и вот все вот эти вопросы они мне всегда напоминают или заново раскрывают вот как бы мои возможности как я могу лучше служить гуру дэу поэтому у меня огромная благодарность дорогие преданные еще раз за это пространство что вы его делаете организатором в отдельности конечно но все равно опять же вот это вот кураторская санга с вашими вопросами с вашими реализациями вы помогаете как-то гуру дэу в мое сердце как-то его сильнее направить спасибо вам огромное вот то чем я хотела поделиться спасибо дорогая да у нас гуру дэу видите трансцендентное соревнование тоже все что происходит это то как он просто заливает своей милостью безгранично спасибо дэу прабу пожалуйста спасибо большое в организацию этого чуда предновогоднего махараш несколько лет назад он благословил меня на шикшу чтобы я принимал упражнение махараши прабу и вы знаете первые такие были ощущения развития этих отношений что вот шикши гуру так рассказывает что-то читает книгу у меня так бегут мурашки у меня так бегут мурашки и я так смотрю на этот же текст думаю кришна где мои мурашки где почему нет у меня никаких мурашек и вот сегодня когда гуру махараш рассказывал о понятии слава глазами ну вот людей да и понятие абсолютное откуда она берется слава вот эти мурашки ощутил на самом деле что имеет ввиду духовный учитель это может быть не совсем то что пока я готов еще воспринять вот и после вот трех лет изучения боговадгиты мы начали по новой когда изучать пришло понимание что боговадгита написано духовным языком мои понимания этого языка русского они опыт впечатление эмоции они вообще к духовной реальности никакого отношения не имеют и вот сейчас приходится учить по новый русский язык для того чтобы понять смысл отношений смысл того что имел ввиду духовный учитель говоря там простые казалось бы слова и вот сегодня он хорошо подтвердил в одной любой лекции уже есть все но вот когда я буду готов да для того чтобы суметь это принять почувствовать осознать и вот сам как говорит шива труппада она является 90 процентов успеха для понимания восприятия духовного опыта духовной реальности поэтому спасибо большое дорогие предметы за то что у нас есть такая возможность в эти 90 процентов погружаться Ирия Кришна спасибо огромное за ваше сердечное участие и всегда любые вопросы мы по ним тоже учимся сегодня вы так спросили что Дурудев был счастлив вашему вопросу и вот этот ответ про дорогу про парикраму духовную которую мы своей практикой осуществляем это знаете такое наставление с которым приходит и сила идти этим путем спасибо огромное будем вместе вместе идти Лила Говинда пожалуйста Харе Кришна дорогие преданные еще раз всем благодарю с наступающим новым годом духовных сил реализации а вы знаете у меня просто технический вопрос я бы Махараджа пообещала а куда и что пересылать я не знаю если можете где-нибудь в чате я просто не знаю даже вот Амок Халила она вроде бы сказала что отошлет до видео может быть если вы здесь еще пока что как вообще технически это сделать то есть я подойду к тому же Кришна Кавераджа а что дальше на какой сад куда это чат куда это отправлять поделитесь пожалуйста если можно организатор это большое ну что дорогие преданные давайте мы поздравим сегодня Вишва Палаку про Бузь Днем Рождения пожелаем пожелаем духовных благ и вечных отношений с Гуру и служения Кришне и Шаматирадарани спасибо за то что появились в школе и всегда вдохновляйте своим примером мы у вас тоже учимся спасибо огромное благодарю вас преданное за теплые пожелания очень важно отношения впереди всего это альфа и омега знаете я хотел поблагодарить вас и вот духовного учителя за то что насколько духовный учитель у него есть этот талант сложные вещи превращать в простые и я заметил что сложные вещи они вот здесь вот у меня находятся я усложняю а Гуру Махарадж упрощает я опять усложняю он опять упрощает то есть и вот часто вопросы какие-то он говорит да просто отдохнуть надо да просто не думай ни о чем и вступай в войну с Майей то есть у нас тут у меня тут такие обстоятельства вот так вот так пробую вот это делаю да просто иди сражайся а там будь что будет а будет так как хочет Господь и так как благословляют Вайшнава и Гуру и будет вот так спасибо вам большое преданное что радуете духовного учителя проповедью для меня большая честь находиться в вашем окружении спасибо большое Харик Решно спасибо огромное пожалуйста новина Рупа Матаджи и Йогананда который не спит ночью Харик Решно дорогие приятные поклоны еще раз помните большое спасибо хотят поблагодарить за школу Ашрая организаторов за то что вы так поддерживаете и ведете нас вот и я хотела еще извиниться что я такой вопрос сегодня не как бы не вдохновляющий задала вот и Гуру Махарадж как бы так хотелось порадовать и вот он как-то знаете дал духовных сил что ли вчера у нас просто праздник был новогодний столько детей и столько вот как бы я просто вчера упала вообще и поэтому как-то вот он перестроил мое сознание я поняла что надо было о другом сказать порадовать его вчера знаете поделюсь тогда со всеми вами вчера у нас было столько детей около 50 человек и к нам приехала мама с девочкой трехлетней из другого города ну небольшой городок рядом с нами ей три года она несколько дней назад увидела Харинаму на улице и вот она все эти дни говорила маме мама я хочу к этим дядям и тетям и мама узнала и приехала на воежнавский праздник первый раз в жизни с дочкой и она весь вечер плясала ну вот вообще такая была радостная и когда был Киртан она единственная без конца плясала около Киртани и уходить не хотела в общем мы подарили маме книгу такая удивительная история вот и вот я только сейчас после того как задала уже вопрос сообразила что вот ну надо было поделиться с Гурмахараджем вот спасибо вам большое я учусь вдохновлять а не жаловаться вот я очень-очень благодарна что я могу быть в школе Ашрая спасибо всеми вами Харе Кришна спасибо огромное Матаджанавина Рупа у вас всегда очень трогательные истории поверьте Гуру Дефу он видит сердце каждого и возможно в вашем вопросе мы все обрели также поддержку потому что и все устаем действительно порой не умея отдыхать но вот видите Кришна также все равно помогает спасибо огромное Юга Нанда пожалуйста Харе Кришна дорогие преданные хотел прославить Вишу Павлку Прапунь но он уже ушел вот тоже присоединиться к поздравлениям то что я всегда жду обязательно каждый раз задает вопрос вот я уже как бы жду какой же будет следующий вопрос вдохновляет очень преданный что хотела сказать то я уже забыл ну в общем рад вас всех видеть а вот что самое главное самое главное то что я понял каждый раз я слушаю и слышу как Городев по-разному реагирует на то что его действительно вдохновляет да вот и сегодня я услышал в моем вопросе тоже в его ответе то что вот именно борьба с имперсонализмом борьба с вызов майя вот он это подчеркнул то есть любое наше служение когда мы бросаем вызов даже несмотря на то что у нас оно может быть не такое яркое как те времена но несмотря на это он очень радуется вот сегодня пойдет на хренаму как он обрадовался как уже говорили то есть вот это и есть как бы то есть эти встречи нам дают понять опять же что важно для Дева и для нас главное чтобы мы медитировали на это и действовали потому что каждый раз когда мы вдохновляемся друг у друга кто-то что-то делает потом делится мы начинаем действовать и участвовать в миссии и радовать и еще хотел сказать то что сначала я не мог поверить что мы вот так каждую неделю встречаемся я думал какая-то демоверсия школа Аша это сейчас пару встреч будет и все но когда это уже каждую неделю я понял что это какой-то сон вот и я надеюсь что этот сон никогда не закончится и будем Вимала Кунда я чувствую прям твою руку в этом вот пожалуйста продолжайте в том же духе для нас это огромная милость я даже не знаю как она на нас упала вот но вот хотел тоже поблагодарить его сердце Харе Кришна преданное очень вас радую всегда видеть и прям узнаю вас по вашим вопросам все больше и больше хоть мы не в одной санге имеется в виду в нашей мини санге со студентами но вот эти вот наши встречи с Гуру Дэвом я вас узнаю прям очень хорошо по вопросам вообще как вы вот улыбаетесь как вы вообще каждый раз надеюсь мы будем продолжать каждую неделю в таком же духе Харе Кришна спасибо большое дорогой Ягананда продолжим до духовного мира и дальше это такой трансцендентный обман нашего духовного учителя когда все кажется ну мы всего чуть-чуть послужим а потом все он забирает полностью спасибо дорогие ваишнавы за то что мы вместе имеем возможность проживать эти глубокие эмоции отдавать себя в служении и при этом получать столько поддержки Нандаграма Радхика что-то еще хотели сказать да вы знаете дорогие преданные я решила не быть такой скупой бороться с этой скупостью и поделиться тоже своей реализацией о которой почему-то умолчала на встрече хотела сказать Гуру Махараджу но поэтому делюсь с вами мы живем в общине Медимихбати Прабу под Сочи община находится в деревне Барановка мы ее переименовали в Баларамовку это армянское поселение и ну к нам как преданным такое очень как в коммунальной квартире как Гуру Махарадж рассказывал немножечко настороженные отношения всегда было и здесь такой интересный случай произошел мы пытались как-то выстроить отношения с местными жителями но всегда знаете как-то параллельно это получалось мы не соприкатаемся практически всегда это вот расстояние почему-то не уменьшалось а тут перед Новым годом они решили провести праздник в своем доме культуры в виде конкурса между односельчанами такое поделили организовали группы по по улицам и каждая улица должна была представить какую-то страну мы так знаете нехотя позвонили уже накануне проведения этого праздника узнать думаю ну может быть чем-нибудь могли бы помочь и оказалось что нашей команде выпала страна Индия и команда и группа говорит что вы знаете мы не знаем что делать мы очень плохо знаем эту страну и не понимаем как ее представлять это был наш звездный час в прямом смысле час нам пришлось за один час организовать целый фестиваль поэтому вы знаете это это просто какие-то лилы все односельчане получили даршин божеств мы сделали супер презентацию где была шила божества мы устроили киртан где все воспевали святые имена всех участниц нашей команды нарядили в саре все были вайшнавской одежде танцевали приготовили огромный пир подарили всем жюри книги что еще сделали детям раздали сладости накормили просадом и местная администрация знаете подходила благодарила и говорили преданные которые вышли на улицу и там значит прабу местные прабу стояли и говорили так ой ну кришнаиты всех порвали а местная администрация сказала следующее что поблагодарила последователей индийской культуры и сказала следующие слова вы знаете это на тоже наши односельчане и они нам не чужие вы знаете мы чуть не расплакались потому что уже столько лет здесь и вот все как-то мимо так что прошу ваших благословений чтобы мы и дальше продолжали как-то выстраивать эти отношения я думаю надо было рассказать эту историю Гуру Махараджу да в следующий раз надо обязательно рассказать потому что потрясающе трогает до слез до самого сердца вы такие молодцы и столько лет и зная как это община организовывалась и какое настроение там любовное процветает пожалуйста продолжайте и радуйте Гуру Махараджа Шуру Махараджу и Кришну спасибо вам за этот нектар потрясающий подарок на Новый год преданные дорогие преданные Гарри Кришна да вот друзья с таким настроением а вот Данакель еще что-то хотела сказать давайте пишет Баларамовка Джай вот Гарри Кришна дорогие преданные Малакунда Махараджа спасибо огромное тоже от группы огромной благодарности вот каждый раз в каждом задании в домашнем пишут преданные я как что учусь и учусь служить тоже вот испытываю огромную благодарность к школе и тоже вдохновилась вот рассказать у нас есть Цветок Лотоса танцевальный ансамбль и руководитель преданная и ну как бы в администрации все знают что она преданная но нам не разрешается у нас в Кимировской области ни Харинамы ни вообще Харри Кришна ничего но нас позвали перед ее небольшим там открытый урок у нее был спеть Баджан она сказала только не Харри Кришна и вот 17 декабря мы пришли нас пять человек и мы прославляли Господа Нарсимху я даже не знала что есть столько Баджанов других и мы мы как то вот все казалось ну есть только Харри Кришна что же еще как как не петь Харри Кришна оказалось Кришна настолько велик что он может все заполонить и мы столько Баджанов спели и да пусть там будет маленькая аудитория но это был дворец культуры победа это действительно была победа это первый раз что у нас в городе и прославлялся Господь и ну это было восхитительно и нам сказали что на следующий концерт уже разрешат пригласить ну побольше знаменитостей там уже с соседнего города хотим позвать и ну это было восхитительно и тоже вот хотелось бы передать это благодарность знаете я еще смотрела накануне вот перед тем буквально как идти на концерт уже была с макияжем со всем и смотрела как гурудев общается с подростками и как личностно он общался он даже отодвинул микрофон и общался в зуме с девочкой рассказывал чтобы она просад распространяла то есть ему было неважно смотрит вся аудитория слышит его или нет он личностно общался с этой девочкой я сидела плакала боялась что макияж поплывет думаю это все неважно и я вот с этим настроением я просила гурудев вот вот для тебя для вас для Шрилы Прабхупада пожалуйста позволь исполнить вот то что то что мы можем и вот в таком настроении мы пошли но и нас потом так благодарили и в общем это чудо и это благодарность гурудеву которая вот она свое милость свое сострадание гурудев распространяет через школу и просто через своих учеников спасибо огромное спасибо дорогая Данакелли за всегда ваше искренне открытое сердце и передаем это все конечно же дорогому духовному учителю за его любовь которая в сердце каждого вот так расцветает успехов вам проповеди тоже замечательная история и Грумухараш принимает ваши усилия ваши намерения видите как все получается спасибо спасибо дорогие овощналы удивительная у нас сегодня получилась встреча действительно праздничная пусть этот праздник с Кришной будет всегда и на то на что нам еще предстоит медитировать у нас 16 января будет один годик в школе кажется как будто уже там два наверное один вот мы сделаем скорее всего встречу также с Грумухараджу нашу встречу со студентами может быть еще что-то придумаем посмотрим скоро ретрит куратора все увидимся кто имеет возможность присутствуйте пожалуйста онлайн либо потом записи знаем что насыщенная неделя у многих и все-таки три ретрита в сентябре да это у нас их будет два ретрита в йога-виллэдж и один ретрит в Дхаме на Говардхане наедине с Кришной Грумухараджу очень понравилась эта идея он хочет чтобы это все осуществилось потому что преданные будем расширяться и при этом углублять свою практику служения еще много-много всего впереди спасибо огромное за эту возможность служения вам и Грумухараджу и все по ретритам ответим надолго надолго не прощаемся хорошего вам встречи нового года с новыми силами наши поклоны прижмите пожалуйста пост Продолжение следует...